Древняя история Повсюду следы именно Какого-то величайшего разрушения И величайшего восстановления Которое потом произошло Поэтому В Индии В любом месте, где бы Я не находился Сразу что бросается в глаза Это отсутствие растительности Это, ну я имею ввиду Какой-то более или менее древней растительности Это почвенный слой Который отрицает Любые джунгли Или Ну все, что может быть связано с растительностью Поскольку отсутствует гумус Плодородный слой почвы И это Разрушение Разрушение мегалитических построек Которые частично восстановлены Частично не восстановлены Но Так до сих пор Эта теория Мною проверено не было Вот прям что точно Но Мне кажется Что если провести Такое расследование Если поехать Составить карту Древних Храмов Потом посетить все эти храмы И посмотреть Те их части Которые были разрушены Со стороны просто То можно определить Эпицентры взрывов А то, что война велась Ну несомненно Как думаешь Как давно это было? Ну Это было Не Позже 19 века Вот это глобальная война Я думаю Что позже были местечковые войны Конечно А дальше В древности Не удалось мне углубиться Потому что Не за что зацепиться просто То есть получается Ты хочешь сказать В 19 веке Существовала некая цивилизация Которая обладала Достаточно высоким Техническим уровнем Чтобы разрушить такие объекты Соответственно Нужны определенные Вооружения Да Безусловно То есть Вот всем известный Исторический центр Индийский Хампи Например Ну как всем известный Это он в недавнее время Стал известный А я например Еще в 70-80-х годах Он нафиг Никому был не нужен Им абсолютно Никто не интересовался Там есть Стены Толщиной в 2 метра Выполнены из блоков Мегалитических Длиной по 6 метров И высотой метр То есть там Где-то 8 тонн Средний вес Кусочка И они уложены Полигональной кладкой Без швов Ну то есть Шов есть Но он Не читается Ее нельзя там Ничего засунуть Или В общем Фактически Это представляет собой Скальный массив Гранитный Это природный Гранит 100% Никаких там Заливок Это все Бред Это скальный Массив Просто Растрескавшийся И в некоторых Местах Он проломлен И якобы Рассказывают Что это пришли Какие-то мусульмане Там в 17 веке И все это Разломали Дело Причем еще и Датировки даются Что за год За сколько-то Так вот Там даже Если представлять Начать себе Какое они Должны были Усилия Приложить Там На 10 метров 160 тонн Веса Вот чтобы Эти 160 тонн Сдвинуть Извините Простите Не хватит Ни осликов Ни слонов Ни Бревен Ну ничего То есть Любая инженерная модель Применимая К 17 веку Терпит фиаско Поэтому Остается Только Представлять Какие-то Взрывные силы Себе И плюс Следы есть Оплавление Есть Потекший Камень Есть Всего этого Там предостаточно Просто Никто не обращает Внимания И мне например Известно От гида Нашего Что Там есть Одно место Где потекший Гранит И Туристам Всем рассказывают Что там Кухня была Что типа На этой кухне Они что-то готовили Такое Отчего у них Гранит расплавился А это ну 2000 градусов Или ну там По меньшим меркам Полторы Невозможно Невозможно Нешно Получается В принципе Это не так давно Ну 150-200 лет назад В принципе И мифы И легенды И память Должна сохраниться Ну что это Это пять поколений То есть Кто-то должен был Помнить Осталась ли Какая-то память Об этой войне В Индии Совершенно Случайно После возвращения С очередного Объекта Который Находится На границе Штатов Гоа Махараштра И Карнатека Где В Высокогорье На подъеме Гат Я нашел Огромную Степь Из Выжженного Латерита То есть Там прям Расплавленный Латерит Наверху И ничего Нет До горизонта Насколько Глаз хватает Плоский Выложенный Выжженный Камень И Я вернулся Обратно В деревню Нашу В Мандрам И у местного Продавца Ему пришел Я сейчас такое Видел Город А он мне говорит Ну да Этот город Там раньше Жили Великаны Часто люди Какие у нас Маленькие А раньше Были здоровые Такой руками Мне показывают Вот такие большие И была война И Их уничтожили Я его Слушаю Рот Рот раскрыл Говорю А когда это было Он говорит Да Вот 150 лет назад То есть Я не Ручаюсь За достоверность Этой информации Но это Простой Деревенский Житель Который Не получал Никаких Образований Ни в каких Вузах Для него Он это рассказывал Как естественную вещь Как будто Это все знают Мне По тем или иным Причинам Не удалось Проверить Его слова Никак Потому что Другие мои Собеседники Не шарили в этой теме Но Этому человеку Я поверил И в принципе Это укладывается Все И в мою Концепцию А какая твоя концепция? Немножко буквально Несколько слов Ну Моя концепция Это глобальная война В 19 веке Которая была После глобального потопа Уж Который произошел Там Несколько раньше Точную датировку Сложно сказать Потому что Дендрология Это единственный Для меня Объективный метод Все остальные Мне кажется Выссаны из пальца И основаны На гипотезах Им нельзя доверять Ну прямо Вот так вот Как В английском языке Есть слово Которое мне очень нравится Ultimately Звучит Это вот Либо да Либо нет Если хоть чуть-чуть Не да То нет Такой Т-образный Получается Перекресток И вот Ultimately По-русски Наверное Самое ближайшее Слово Это решительно Решительно Ни одной Системе датировок Доверять нельзя